В конюшне Республиканской конно-спортивной школы содержится более полусотни лошадей. Каждая обязательно имеет кличку лучших скакунов, все знают, как говорится, в лицо. Например, жеребец Орлеан. Три года с ним в паре всадница Ольга Чупина. Вместе выигрывают всевозможные состязания. В прошлом году стали лучшими на первенстве Сибири. Достойно выступили на международном турнире в Подмосковье и вошли в десятку лучших на летней спартакеаде учащихся страны. Но конный спорт – это не только успехи на манеже, это еще и постоянный уход за своим конем. Во-первых, чистка, следить за шерстью, потому что если какие-то специальные витамины нужно давать, потому что шерсть выпадает или лысеть начинает, то есть нужно ухаживать. Копыта, они также прескаются, их нужно мазать, какие-то тоже витамины для этого специальные есть. То есть лошадь требует большого ухода. Орлеан по спортивным меркам ветеран. Ему в переводе на человеческий возраст исполнилось 60 лет. Год-два и переведут на легкий труд – катать малышей. А Ольге нужно в спортивном плане расти дальше. Помочь обещал глава республики. Мы договариваемся, подбираете, мы купим лошадей. Хорошо? Я трезво понимаю, что и знаю, что без лошади, что наездник, что жокей, ну, тяжело. Орлеан, несмотря на свой почтенный возраст, как дети любит сладкое, взял угощение с руки Виктора Зимина. Впрочем, сахар от губернатора достался многим лошадям. Глава региона осмотрел практически весь конский состав спортшколы. Экскурсию проводила президент Федерации конного спорта Хакасии Ольга Сличная. Она же попросила главу региона помочь в решении еще одной проблемы – строительстве крытого манежа. Будет возможность тренироваться в зимние месяцы. Мы сможем проводить спортивные соревнования, я думаю, всероссийского уровня, так как там запланированы трибуны для зрителей. Фундамент уже начат. В перспективе это будет здание площадью примерно в треть футбольного поля. Материал по нынешним временам стандартный – металлоконструкция, обшитая сэндвич-панелями. Главой региона было принято решение выделить часть средств на строительство из республиканского бюджета. Остальное добавит частный инвестор. Виктор Лушников, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.